В жизни моего сегодняшнего героя спорт с самого раннего детства занимает надежное прочное место. У него даже вся семья спортивная. А сегодня он обучает детей и взрослых очень интересному, увлекательному занятию. И это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Игорь Ермаков. Рассказывать о том, чего не испытал сам, безусловно, трудно. Поэтому сегодня будем больше слушать и показывать. Тем более, что посмотреть будет на что. Нам, людям сухопутным, такие картины разве что в документальных фильмах увидеть. А ведь в Рязани живут и те, кто не понаслышке знает, что значит ощущение трехмерного пространства. Именно так кратко и емко говорят о дайвинге. У нас команда человек 12 в городе Рязани, которые как бы делаем общее дело, и нам это интересно. При взгляде на цифры становится ясно, развитие дайвинга сравнимо только с эпидемией. Сейчас в мире почти 20 миллионов сертифицированных дайверов-любителей. К примеру, 40 лет назад их было всего несколько сотен. Увлечение, оно как бы всегда манило посмотреть потусторонний мир. То есть водная среда – это другой мир, и хотелось бы заглянуть туда, что там происходит. Модное хобби, новый вид своего рода экстрима или увлечение, способное изменить жизнь человека. Сколько людей, столько и мнений. Но для того, кто хоть раз погрузился под воду с дыхательным аппаратом, это событие точно запоминающееся. У Игоря Ермакова это таинство произошло несколько лет назад на отдыхе в Египте. Эта страна как бы славится дайв-индустрией, и уже на тот момент дайв-индустрия была очень хорошо развита. То есть первый раз мы познакомились там с людьми, с хорошими инструкторами, вот. И как бы первый раз нас погрузили под воду, нам это очень понравилось. Точнее говоря, понравилось настолько, что расставаться с ощущениями по прибытии домой Игорь не захотел. Поспрашивал друзей, собрал единомышленников и открыл центр дайвинга в Рязани. За 12 лет так обросли опытом и навыками, что замахнулись на покорение подводных пещер. После обучения в клубе Садко, да, человек получает международный сертификат и может погружаться в любой точке планеты. А вот этот сертификат действителен везде. Это школа, в которую каждый ученик ходит добровольно и с удовольствием, и от занятий не отлынивает. В конце концов, на кону безопасность. На одного инструктора приходится не более пяти человек. Тут чем меньше, тем лучше. После курса обучения в бассейне, новоиспеченные дайверы осваивают открытую воду. Центр Садковного Мичуринске – своего рода стартовая точка, чтобы окончательно понять, насколько это нужно и какие вершины, а точнее глубины, впереди. Зачетная глубина – 5 метров. Это искусственный карьер. Глубина водоема – 11 метров. Видимость достигает до 9-10 метров. То есть, как бы, есть возможность позаниматься. Это то оборудование, с которым мы ныряем. Называется, как бы, скуба. Но это, как бы, более продвинутая вещь. Это более, как бы, можно сказать, для профессионалов. Сборка происходит здесь, не торопясь. Все условия для этого есть. Тут происходит ремонт оборудования, выдача, ну, соответственно, хранение всякого дайверского оборудования. При наличии навыков и соответствующим оборудованием заниматься дайвингом можно в любое время года. Для подлёдного плавания уже используется дублирующая система. Тут рисковать нельзя. У нас, в принципе, довольно холодные широты. У нас, как бы, суровые условия. И для этого, для этого, как бы, выбиралось оборудование. На сегодняшний день дайвинг стал одним из самых популярных видов спорта для бизнесменов и политиков наравне с теннисом и гольфом. Оборудование более чем серьёзное, а потому и люди приходят в основном респектабельные. Не то, что, как бы сказать, самодостаточное, а люди увлечённые приходят. Вот так можно сказать. К счастью, Игорь из тех, кто сам воспитывался на спорте, а потому в Центр Садко с удовольствием спешат и старый млад. Самому юному дайверу 8 лет. Раньше просто не положено. Для детей, разумеется, оборудование с маленькими баллонами. Полностью уменьшенная копия. Был мужчина у нас, ему было в районе 76 лет. Да, человек хотел заниматься дайвингом. Вот, это рязанский с Рязани конкретно человек. Да, ну, как бы, было ему очень интересно. И его первое погружение, как бы, впечатлили того, что, как бы, ну, жизнь, она продолжается в таком возрасте. И, как бы, не надо на себе, там, как бы, говорить, что мы старые, там, или ещё какие-то. Другими словами, и сам обнаружил второе дыхание, и других вдохновил. Недаром же любители посмотреть, а что же там на глубине называют сообществом, объединённым общей болезнью – дайвинг. Хотелось бы, чтобы ребята приходили в спорт, занимались подводным плаванием, подводным ориентированием под водой. То есть это интересное увлечение, когда можно проводить досуг. Кстати, о досуге. Опытные дайверы понимают, что занятие это требует гармонии. А потому, если уж приезжать в клуб с семейством или единомышленниками, то и они обязаны получить свою долю адреналина и впечатлений. Если одних вдохновляет подводная охота, то другим достаточно аромата на варистые ухи на берегу. Также есть домики на плаву. Это, как бы, можно сказать, уединение с природой, с водой. То есть люди могут остаться с ночёвкой и жить вот в таких плавающих домиках. С тех пор, как Жак Ив Пусто и его друг, французский инженер Ганьян, в 43-м году создали автономный акваланг, воды утекло немало. Будучи увлечением для избранных, дайвинг постепенно превратился в целую индустрию туризма. Вы знаете, предпринимательство и спорт – это примерно одно и то же. Всегда надо стремиться вперёд. Тут, как бы, от выбора самого человека. То есть, как бы, есть на сегодняшний день рекреационный дайвинг, это туристический дайвинг. То есть, это комфортно смотреть рыбок, смотреть там в наших водоёмах Раков. Это интересно. Там в южных странах тоже смотреть коральчики, кораллы там, рыбок тоже всяких красочных. Есть более продвинутые вещи, там технические погружения, там пещерные погружения, фридайвинг. Если кто не знает, сводной стихии у Игоря Ермакова особое отношение с детства. Он ведь бывший спортсмен. Хотя уместно ли вообще к таким людям применять слово «бывший»? Скорее, опытный. Спорт пришёл со школы. У нас очень была спортивная. Она и есть сейчас спортивная школа. А вот туда приходили тренера, нас набирали. В своё время он был довольно успешным грибцом, но с годами понял, что на воде получил всё, что хотел. Пора изучать её с другой стороны, что называется, изнутри. Спорт всегда вознаграждает терпеливых и усердных. Он ведь и с женой познакомился на очередных тренировках. На своём примере они воспитали достойную смену. Дочка, правда, уже совсем взрослая и у неё свои интересы, а вот сын старается не отставать от папы. Как бы такая мама, папа и я – спортивная семья. И сейчас эти традиции продолжаются. Бабушки, дедушки по линии жены – тоже все спортсмены. На самом деле здорово, что есть люди, способные своим образом жизни заразить окружающих. Показать, что ощущение пространства, полёта и парения возможно в любом возрасте. Вода стирает границы. Там нет статусов и языковых барьеров. А единомышленников столько, что, кажется, не будет конца новым открытием. Жизнь свела нас с одним человеком, с французом Паскаль Бернарбе. Это чемпион мира по волководному погружению. Его мировой рекорд – 330 метров. И прохождение в пещеры более 10 километров. Чрезвычайно рисковый, феноменально удачливый, экстремальный технический дайвер и знаменитый исследователь подводных пещер Паскаль Бернарбе – на самом деле мирный учитель начальных классов. Вот вам и ещё одно подтверждение того, что покорять глубины никому и никогда не поздно. Паскаль действительно оказался прекрасным учителем для рязанских авантюристов. Оказалось, что неизведанные пещеры есть и в наших краях. Мы активно ныряем сейчас в Пронском районе. Это в районе города Новомичуринска. Там есть две неизведанных пещеры. Мы как-то уже о ней говорили. На сегодняшний момент мы одну очень хорошо как бы сейчас исследуем. Просто как бы в Рязани мы не можем найти людей, которые занимаются активно спелеологией подводной. Хочется поскорее узнать природу их образования. Лично подтвердить или опровергнуть местные легенды. Одним словом, забот у рязанских дайверов – целая бездна. Но они обязательно придумают, как показать всю эту подводную красоту тем, кто предпочитает ждать на берегу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова